Мы продолжаем такой цикл выставок, которые готовит отдел истории русской культуры, государство Берметажа, главная церковь Зимнего дворца. Выставки традиционно будут длиться по одному году. И сегодня мы открываем выставку Пасха в России. И здесь, конечно, мы попытались собрать не только изделия, которые ассоциируются с главным символом этого праздника, или с пасхальным яйцом, и вы увидите, что мы отобрали эти предметы, которые выполнены совершенно разных материалов. Но также, естественно, порассуждать на тему главного изображения этого праздника, то есть это именно сцены воскресения Христова и совершенствия Волата. Вы можете увидеть иконы совершенно разных эконографических типов и посмотреть, насколько по-разному иконописцы подходили к изображению этого. Это было на самом деле очень сложного сюжета, поскольку в самом Евангелии непосредственно момент воскресения Христова неописан. И как изобразить то, что неописуемо и не поддаётся вообще человеческому разуму? Как изобразить эту сцену? Ну, естественно, в основе вообще любого иконописного изображения лежит слово. То есть вообще без текста, без слова невозможно создать иконописный око. И в целом тот сюжет, который мы воспринимаем как главный сила праздника, то есть это сцены воскресения Волата. Вы можете здесь её увидеть, где Христос изводят из гроба Адама, Левы и всех праведников. Он сложился в изантийском искусстве только к X столетию. И вот таким вот очень важным источником подслужил Евангелие Никодина, которое было написано ещё во II веке, но не было включено в канун церкови. Поэтому вот такие вот апокрифические сочинения, они очень так долго и постепенно входили в церковную опеку, поэтому очень многие сюжеты, они появляются довольно поздно в церковном искусстве. И вот эта сцена, она потом трансформировалась. То есть, например, азантийские художники, они ориентировались на такое слово-изображение, где Христос не сходит во Ад, а западные художники пошли по другому пути. И вот эта вот сцена, где Христос по воскресе, возносится на открытой гробнице, это совершенно западный сюжет. В русском искусстве он появляется ещё в XVI веке. Но вот самостоятельность сцены, он используется мастерами только с XVIII века. Вот здесь, например, представлены иконы Михаила Фаэтусова, от крепостной графа в Шереметьевых. Они датированы, это 1751-1761 год. Как раз можно на них посмотреть. А в соседней витрине... Вы также можете увидеть такие вот две сложно сочинённые иконы, многосоставные. Подобные изображения, где в центре небольшой образ воскресения и зашествия Лав, по сторонам цикла страстей, потом главные церковные, великие двунедесятые праздники. Такие иконы назывались полницами. Почему полницы? Потому что здесь представлен полный годовой круг праздников. Иконописцы очень часто, когда они в большом количестве производили какие-то наиболее популярные сюжеты, они очень кратко писали на обороте названия. Поэтому вот эти вот иконы стали среди иконописцев. И нам за полницами мы видим эти слова, написанные на обороте вот этих досок. То есть это не изобретение искусствоведов. Это не мы придумали. И повесив одну такую икону у себя в доме, в принципе, человек уже получал такой, можно сказать, целый церковный календарь. Не то, что на каждый день, но, по крайней мере, главные церковные праздники у него в доме были отражены. Ну, конечно, мы не могли обойти вниманием образ равноапостольной Марии Магдалины, которая является главной возле лестницы Христова в воскресенье. Ну, и, собственно говоря, именно с ней связана традиция дарить яйца на Пасху, да, поскольку она была именно той святой женой, которая пришла к императору Сигея в тиберю, протянув ему яйцо и сказал, что Христос воскрес. Когда она передала его тиберю, она окрасилась на него, ну, согласно преданию, да, в красный цвет, но он сказал, что воистину воскрес тем самым верным. Ну, и с тех пор вот эта традиция, она, естественно, находит в продолжение. Ну, яйца действительно делали вот совершенно из разных материалов. Вот, может быть, для многих удивительно использовали, например, папье-маше для пасхальных яиц. Производством этих вот удивительных изделий занимались в Подмосковье на двух фабриках – Вишнякова и Лукутина. Они обе возникли приблизительно в одно и то же время, в конце 18-го столетия, но стали очень известны ближе к середине 19-го века, потому что от отца к сыну передавалось вот это производство, оно было значительным. А у нас в основном представлены изделия, выполненные уже на рубеже, я сейчас вам передам слово, сейчас, на рубеже 19-20-х столетий. И что для нас важно, что в основном почти все эти предметы, они дарились от имени разных корабляческих общин членам императорской семьи. И вот в дальнейшем мы можем вам показать, как они подвешивались, например, в комнату императорской семьи. А сейчас я хотела передать слово сокуратору, хранителю фонда «Фаркора» Ирине Багдасаровой, которая продумала рассказ. Да, спасибо большое. Меня зовут Ирина Багдасарова, я также куратор выставки «Фаска в России» и хранитель русского «Фаркора», отдела истории русской культуры, государственного «Эрмитажа». Наверняка вы обратили внимание, когда вошли сразу же на эту витрину с яйцами, которые на леске подвешены к потолку этой витрины. Это императорский фарфоровый завод. Иринский фарфоровый завод производил такие пасхальные дары, начиная с середины XVIII века. То есть буквально с периода правления императрицы Елизаветы Петровны, а именно при ней в 1744 году и был основан фарфоровый завод в Петербурге. Тогда он назывался «Невская порцеливная махартура». Мы по праву гордимся вот этим небольшим пасхальным яйцом с цветочной росписью. Это яйцо Елизаветинского периода. Этот период мы также в фарфоре называем, в русском фарфоре, называем еще виноградовский период, потому что честь изобретения русского фарфора, отечественного фарфора, нам принадлежит Дмитрию Ивановичу Виноградову, и он изобретатель, пионер русского фарфора. И это небольшое яичко, оно отмечено первой маркой петербургского производства. Это российский двуглавый орел. Мы его сейчас особенно не можем посмотреть, оно на дне и исполненное в массе. А рядом не менее редкая вещь, пасхальное яйцо, период управления Екатерины II. Вот это в корзине с изображением роз. Специально мы поставили в корзиночку, чтобы сравнить росписи и на других предметах, предметах императского фарфорового завода второй половины XVIII века. Я хочу сказать о том, что те росписи, типы росписей, виды росписи, жанры, которые переводились на фарфор, они также использовались при декоре посудных форм у вас, других изделий. Мы также сделали специально для вас выборку самых лучших яиц из коллекции по темам росписей. Можно идти вокруг этой витрины в любом направлении и увидеть группы яиц. Условно мы их назвали с религиозной живописью, с цветочной живописью. И время здесь перемежалось от начала XIX века к началу XX по стилю росписи. Надеюсь, это заметно. Сначала это медальонные композиции и ближе к модерну круговые. Благо, что лицо, оно сферическое, оно позволяет делать такие круговые композиции. Одна метальная живопись. Здесь в этом и трудоемкая видовая живопись. В основном это виды Петербурга. Мы все время, когда готовили эту выставку, думали и о детях, которых приведут родители, и которым эта выставка должна быть также интересна. В этой витрине показывали миниатюрные фарфоровые яички, которыми в своем время могли сами дети играть. Но самая главная наша детская витрина, это витрина стеночки рядом. Я предлагаю вам перейти в этой витрине и удивиться тому, что же у нас хранится в армитраже. А что только не хранится. Это, например, миниатюрные и побольше яйца с сюрпризами. В лукпу вы можете рассмотреть, что это яичко, костяное, белое, оно раскладывается на две части, его высота не более сантиметра. А внутри шахматные фигурки, они того меньше, а меньше, наверное, пяти миллиметров. Но через руку видно, что каждая фигурка, она читается отдельно. То есть мы можем эти фигуры назвать по своим именам. В других яйцах с сюрпризом можно увидеть вот такие красные, например, шарики, червячка, карты. И все это, конечно, очень увлекало не только детей, а и взрослых. К Пасхе изготавливали миниатюрные сервизы чайные. Эти сервизы называются либо детскими, либо игрушечными. Потому что до конца неясно эти сервизы делались для кукол. То есть сажали в маленькую детскую мебель кукол и им сервировали сло. Или это из них пили все-таки сами дети. А мне кажется, что и то, и другое уместно. Куклам накрыло, а сам их попил. Попил, да. Фигуры на вот этих столбиках – это производство частного фарфорового завода Гарднера. Завод Гарднера, он существовал с середины 18 века и являлся поставщиком двора. Но я на всякий случай напомню, что знаменитые орденские сервизы для Зимнего дворца были выполнены именно там. Там, ну а сейчас нас увлекли народные типажи. Это дети, играющие, катающие яйца. И двое мальчиков, которые бьют яйца в надежде, что исполнится именно его желание. И его яйцо не разобьется. А рядом в коробке в красной деревянные игрушки. Все вместе этот набор называется берюки. Ровно как игра, игра берюльки. Игра заключалась в том, что нужно было вот этими крючками, мы их видим возле коробки, достать понравившуюся игрушку так, чтобы не задеть соседнюю. И кто больше соберет таких игрушек, тот и выиграл. Этот набор происходит, между прочим, из Александрского дворца Царского села. И он был специально отреставрирован, в том числе и к этой выставке. Фигурки, если мы к ним вернемся, не сочинялись мастерами, скульпторами. А в их основе были изобразительные источники. Просто мастера исполняли такие фигуры в объеме, уже в материале. Не так много их сохранилось, хотя это уже массовое производство. И здесь, на выставке в Малой церкви, в Зимнем дворце, мы хотели как раз... А почему у нас выставка называется «Пасха в России», да? Мы хотели показать традицию этого праздника не только здесь, в Зимнем дворце, не только то, что получали во время Пасхи звук императора, это прежде всего яйца императорского фарфорового завода, но также то, что широко было распространено в играх и увлечениях в самой России. Специально отреставрированы три уникальных лица нашей коллекции. Они хранятся в фонде разнородных материалов отдела истории русской культуры в их основе настоящей яичной скорлупы. В чем их особенность? То есть чем они отличаются от обычных яиц, которые тоже запрещены скорлупами? То есть здесь восстановленная скорлупа? Просто живопись была со временем в очень нехорошем состоянии уже, и задачей реставраторов было воссоздать, расчистить поверхность яйца. Например, никто, даже хранители-реставраторы, не должны брать это яйцо голыми пальцами, потому что как только ты возьмешь это яйцо сейчас голыми пальцами, то, не дай бог, живопись останется прямо на руках. Поэтому при демонтаже и при реставрации все действия происходили именно в перчатках, либо нужно было брать за ленточку вверху и внизу. Ну, еще раз повторю, что это настоящая яичная скорлупа от своего времени, расписанная и никак не закрепленная. Задачи закрепить не было, потому что реставраторы сказали, что если не трогать, то все будет хорошо. Иногда у хранителя у нас есть такое правило, не пришел, не навредил. В данном случае оно напрямую работает. А каких из этих птиц? Вот это очень большое яйцо. Раньше крупнее были. Вот ответ. Серьезно? Ну, мне тоже когда кажется, но это настоящая скорлупа. Понятно, но может это гусина или нет? Я могу точно сказать про яйца из других материалов. Их повторяли точно в размер перепелиного, куриного и гусиного. И это хорошо видно на фарфоровых яйцах. В этой витрине еще представлены яйца пасхальные из других материалов. Камень, в том числе и малахитовое яйцо мы видим, кость. И костяная икона тоже также была отреставрирована именно к этой выставке. Поскольку во время русско-японской войны и затем Первой мировой войны праздник Пасхи никуда не уходил, никак не закрывался. Изготавливали на фарфоровом заводе, на других заводах яйца попроще. Либо с крестом, либо с двуглавым орлом, либо просто красные. И такие яйца дарили на фронтах, в госпиталях. Портрет Александра Третьего работы немецкого живописца Липпольда здесь не случайно. Поскольку именно при нем на фарфоровые яйца стали наносить монограмму. Как ни странно, только при Александре Третьем. Почему-то раньше этого не делали. Считается, что вендели Александра Третьего на фарфоровых яйцах был взят с погона самого императора. Далее при Николае Втором эта традиция продолжается. И только фон становится не просто сплошным, голубоватым, белым, красным. Вводится экспериментальная технология, в том числе цветная глазурь, бычья кровь, как на яйце с венделем императора Николая Второго. Продолжение следует...